У всех изучающих английский самые большие трудности обычно возникают с временами и с фразовыми глаголами, ну еще с артиклями. Штука в том, что фразовых глаголов в английском языке как рыб в океане. И возникает очень много вопросов. Как их все запомнить? Как их самим образовывать? Есть ли вообще в них какая-то логика? Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Если вкратце, то фразовый глагол это обычный глагол плюс какое-то рядом с ним стоящее маленькое слово. Например, up, down, off и так далее. Глагол и какое-то маленькое слово. Например, слово stand. Что такое stand, знаете? Это стоять. Stand это простой обычный глагол. Стоять. А если мы к нему добавим up, получится stand up. Это уже фразовый глагол. Вставать. Stand стоять. Stand up. Фразовый глагол вставать. Итак, одна из самых популярных частиц, которая стоит рядом с глаголом и, соответственно, делает фразовый глагол, это up. Слово up. Если вы видите слово up рядом с глаголом, то вы должны раз и навсегда запомнить, что up это все, что движется вверх. То есть, если up добавить к глаголу, значение этого фразового глагола уже будет связано с чем-то наверх, наверх. Например, Подними свой телефон. Или, например, Stand up. То есть, stand это становиться, up вверх. Значит, встань, поднимись. Stand up. Или, например, Как вы скажете? Посмотри вверх. Смотреть это look, look up. Смотри, там, допустим, самолет летит или звезда падает. Look up. Все это фразовые глаголы. Up это все, что движется вверх. А как вы, например, скажете? Идти вверх по улице. Или идти вверх по лестнице. Знаете? Правильно. Go up. Go up. Go up the street. Go up the ladder. Идти вверх по лестнице. Go up. Up также используется и в более абстрактных смыслах. И часто это значит что-то увеличить, сделать чего-то больше, выше, усилить. Например, turn up. Это значит увеличь. Turn up the volume. Turn это вообще поворачивать. Up вверх. Да? Значит сделать больше. Увеличь. Turn up the volume. Увеличь звук. Увеличь громкость. Конечно, grow. Grow это расти. Grow. А как вы скажете? Вырасти. Правильно. Grow up. Например, кто-то ведет себя как ребенок. И вы говорите. When will you grow up and stop being so naive? Когда ты уже вырастешь и перестанешь быть таким наивным. Grow up. Вырасти. Или, например, speed up. Знаете, что это значит? Speed это скорость. Speed up. Up всегда означает что-то увеличить, усилить, сделать больше, сильнее. Быстрее. Speed up означает ускорься, едь быстрее. Это up. Теперь down. Смотрите, down тоже часто встречается во фразовых глаголах. Если up это вверх, то down это вниз. Down. Ну, я думаю, что вы уже догадались, что также это означает уменьшить, сделать меньше, ниже, слабее или хуже. Например, например. Pick up the phone. Put down. Pick up. Put down. Положить. Put down. Если идти вверх по лестнице, это помните? Go up. То идти вниз. Go down. Спускайся, да? Иди вниз. Go down. Если смотреть вверх, это помните? Look up. Посмотри вверх. Look up. То посмотри вниз. Например, у тебя под ногами лужа. Посмотри вниз. Look down. Look down. Ну и, как я уже говорила, в более абстрактных значениях down используется, чтобы показать, что нам нужно что-то сделать меньше, хуже, урезать, уменьшить, сделать слабее. В общем, все это будет down. Например, cut это резать, а cut down это урезать, уменьшить количество. Cut down. Например. I wanna lose weight. I know that I need to cut down on sugar. I need to cut down. Cut down on sugar. Turn. Turn, поворачивать. Помните, turn up. Up. Это значит увеличить. Например, turn up the music. Сделай музыку погромче. А turn down означает правильно, сделай потише. Turn the music down. Или turn the volume down. Slow down. Знаете, что это значит? Замедлись. Либо едь помедленно, помедленнее. Либо говори помедленнее. Whoa, whoa, whoa. Slow down. You're driving too fast. Помедленнее, пожалуйста, замедлись. Ты слишком быстро водишь. Или, например, slow down. I don't understand anything. Я ничего не понимаю. Помедленнее, пожалуйста. Slow down. Down. Вниз. Чего-то сделать меньше. In. Тоже маленькое слово, которое постоянно используется с фразовыми глаголами. Если вы видите глагол и in, это тоже значит, что это фразовый глагол. Означает внутрь. В. Если самое такое простое, это, например, put in. Положи внутрь. Put the phone in the bag. Put in. В более абстрактных значениях суть остается все та же. Например, move in. Move это двигаться или переезжать. Переезжать. Move in это заезжать, заселяться. Например, когда молодые люди встречаются и хотят вместе начать жить, они обычно говорят. Shall we move in together? Shall we move in together? Давай начнем жить вместе. Давай как бы заедем в дом вместе, заселимся вместе. Move in внутрь. Chip in. Chip in означает скидываться на что-то, на подарок там, я не знаю, еще на что-то. Chip in. In. То есть все как бы в одно место куда-то, в одну кучу складывают все, деньги. И получается chip in, скинуться. Chip in. 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 Соответственно, out это все, что наружу, вне. Out. Out. Например, take out. Вытащить. Take это брать. Take out. Вытащить. Put in. Take out. Если go in, это входить, входить в какое-то здание, в какое-то место, то, соответственно, выходить это go out. Если move in, мы с вами уже знаем, что это как бы заселиться, въехать в какое-то место и начать там жить, move in, то, как вы скажете, выехать, выселиться, уехать откуда-то из нажитого места? Move out. Move out. Угадайте, а как, например, сказать кушать вне дома, где-то на улице? Конечно. Eat out. Eat out. Если вам где-то встретится этот фразовый глагол, не удивляйтесь, такой глагол существует. To eat out означает кушать где-то вне дома. Например. I don't have any food in the house, so I'm gonna eat out tonight. On. On это все, что на. На. Fall on the floor. Fall on the floor. Упасть на пол. Или sit on a chair. Sit on a chair. Put on your hat. Надеть шапку. Put on your hat. Также, очень интересно, смотрите, он во фразовых глаголах означает еще продолжительность. Какое-то движение во времени, длительность, продолжительность. Например. Go on. Это как бы продолжай, иди дальше. Например, кто-то что-то рассказывал, его перебили, а вы ему говорите. Окей. Go on. Продолжай. Go on. Или carry on. То же самое. Продолжай, двигайся дальше, двигайся вперед. Go on. Carry on. Он продолжал говорить и говорить о своей работе, а мне просто хотелось спать. Или, например, move. У нас много было примеров с move сегодня, да? Move in. Заезжать, заселяться. Move out. Выезжать, выселяться откуда-то. Move on означает, когда случилось что-то неприятное, что-то плохое в жизни, и вы, наконец, готовы двигаться дальше, ну, скажем так, по жизни. Забыть эту проблему и продолжать жить, продолжать наслаждаться жизнью. Move on. Move on. Как бы двигаться дальше. Off. Это с. Off. Все, что с off, означает с. Например. Fall. Это падать. Упасть с. Со стула. Это будет fall off the chair. Okay? Sit on. Fall off. Fall off the horse. Упасть с лошади. Fall off the bike. С велосипеда. Get off. Это сойти. Слезть. Например. Get off the train. Сойти с поезда. А знаете, как будет сесть на поезд? Get on. Get on the train. Это сесть на поезд. Или get on the bus. Get on the plane. Сесть на автобус. Сесть на самолет. Get on. А get off это слезть. Потому что off это всегда с. Get off. Get off the plane. Сойти с самолета. Drop. Это ронять. Drop off. Означает высадить. Например. Высадить кого-то из машины. Drop me off here. This is my office. Can you drop me off here? Ты можешь меня высадить вот здесь. Это мой офис. А еще off означает во фразовом, во фразовом глаголе все, что как бы связано с, с значением разъединить. Разделить. Как-то убрать. Например. Take off your coat. Take off. Сними. Take off. То есть как бы раздели себя и пальто. Если грубо говорить. Take off. Put on. Надень. Take off. Сними. Или, например. Tear. Это рвать. Tear. Tear. Tear off. Это оторвать. Tear off. Tear off. Оторвать. То есть как бы отделить, разъединить. Tear off. Оторвать. To call off. Замечательный фразовый глагол. Означает отменять. Отзывать. Call. Звонить. Звать. Call me. Например. Позови меня. Call off. Отзывать. Отменять. Например. It's raining. We should call off the picnic. Идет дождь. Нужно как бы отменить. Отозвать пикник. Call off. Интересно, правда? Дорогие друзья. Надеюсь, что мне удалось пролить свет на то, как образуются фразовые глаголы. На их логику. Если вам понравилось это видео, дайте мне об этом знать. Обязательно жмите лайк и подписывайтесь, если вы не подписаны. Также напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, какие фразовые глаголы вы сегодня узнали, что было для вас новым и что вам понравилось в этом видео больше всего. За дополнительными видео и аудиоуроками, а также видео-курсами английского языка для начинающих, для среднего уровня, для детей. Заходите на сайт быстроenglish.com. Быстроenglish.com. Ссылка здесь и внизу под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok